всем привет ребят хочу сегодня сделать видосик для тех кто не знает и для тех даже кто будет все таки будут все качать смотрите ли именно о смотрителях что лучше в первую очередь потому что многие как обычно прокачают все и сразу лучше этого не делает лучше качать определенную одну фракцию потом другую если вы прокачаете все фракции это будет я вам скажу так ни о чем в любом случае эти смотрители ну не то что артефакты очень много нюансов с ними надо большинство героев иметь также они дают статы стандартные скажем по героям плюс атрибуты плюс дают бонусацию имеют преимущество перед другой фракцией в общем нюансов очень много в бою я считаю это не особо полезным по сравнению с артефактом но уже ничего не сделаешь разработчики решили так вот нас развлечь и лишить выбора артефактов будет очень много бомбежки из этой обновы как как всегда потому что еще не все поиграли а теперь у нас все поиграют на русском сервере примут о чем речь так ну что поехали есть у нас три смотрителя пророк святой и борец каждый дает свои атрибуты и свое умение вот давайте начнем начиная с пророка пророк отдает атаку и жизнь да то есть они все вот если посмотреть дают определенное количество атаки жизни это на первоначальном этапе у пророка есть вот такая вот фракция это все герои которые ему подходят скажем так вот то есть есть вот локации дальше у нас по открываются следующие вот для них будет вот эти герои просто они не открыты это 12 скил и чтобы вы понимали будет вот так вот она отображается все то есть это герои которые принадлежат именно к этому хочу сказать блин хранителю смотрителю вот улучшать мы можем его за ордена то есть если вас родина будет прокачиваться я вот покажу первый потом будет дальше 2 прокачиваться потом аж 3 то есть она будет туда назад прыгать и честно говоря это ну я не понимаю зачем они это делают то такое вот атрибуты героев из фракции увеличивается когда они получают благословение смотрителя из той же фракции то есть атрибуты будут увеличиваться только когда он даст баф то есть как-то вот так вот я не могу понять почему так ладно пророк первое наш первое благословение смотрителя то есть это атрибуты второе подавление это преимущество над другой фракции увеличивает урон уноси святыми героями на 10 процентов и уменьшает урон полученные от них на 9 процентов то есть это по сравнению как видите к святым это вторые насколько но мы следующие то есть каждая фракция как бы треугольничек есть против другой дальше вот его основное имение наносит урон двум вражеским героям равный 21 процентов от их максимального уровня здоровья на 3 секунды накладывает молчание позволяет дружественным героем фракции пророка восстанавливать 20 процентов максимального значения здоровья увеличивает их точность на 10 процентов в течение 5 секунд куда он 8 секунд то есть раз 8 секунд будет использоваться но это по сути эта фигня ребят куда он такое большое ну я уже это показывал если количество героев одной фракции превышает количество героев из другой более чем на 50 процента это будет активирован смотритель вот так вот если у вас будет превышение более чем 50 только тогда поэтому опять же надо будет подбирать героев а мы привыкли к тому что мы ставим так как мы хотим хорошо поехали 2 святой увеличивает точно так же все вот такие вот герои есть у него то есть тоже вот если посмотреть фрей афина до повелитель будет хранитель купидонте которых мы используем вольт там шапка bigfoot смотрим дальше то же самое вот наносит урон трем вражеским героем равные 14 процентов от их максимального здоровья на 3 секунды уменьшает их атаку то есть понижает дебаффер позволяет дружественным героем фракции святого получать на 12 процентов меньше урона увеличивая их скорость на 15 уклонения на 8 честно говоря ну такое себе увеличение то есть кулдаун увеличение уменьшение урона увеличение скорости и уклонения на 8 процентов да ну тут немножко не те герои которым бы это хотелось опять же выбора у нас нет то есть если брать в плане прокачки я бы наверное в первую очередь из этих двух качал бы пророка но у нас есть еще 3 это борец и это именно тот смотритель которого надо и я буду качать в первую очередь почему именно его потому что он дает и атаку и крит сейчас я вам его покажу наносит урон трем вражеским героем равна 14 процентов их максимального здоровья друг двум героям дает иммунитет к оглушению это то что нам надо будет и здесь находится тыковка и повышает шанс на атаку на 10 скорость атаки на 15 шанс критической атаки на 10 то есть я буду его прокачивать и вам советую прокачивать первую очередь почему потому что тут находится анубис ну как раз для доната в рину ворожай находится ведьма махатма самое основное это ты кавка то есть и героя для архидемона кто бегает на архидемона поэтому есть смысл его в первую же очередь качать потом уже дальше пророка так ну что поехали сейчас посмотрим сколько у нас самоцветом на это идет у нас 616 тысяч посмотрим сколько мы сможем максимально прокачать вот первое теперь у нас сейчас будет переходик на второй уровень вот сейчас посмотрим изменения вот атрибуты видите растут постепенно увеличивается подавление то есть все постепенно растет наносит урон три морским героем равны 18 процентов уже увеличение больше стал и шанс крита больше то есть вот как то так она смотрится все давайте его так на третьем уровне у нас получается 22 процента от максимального здоровья то есть три героя бьет вот увеличение атаки на 20 скорости таки на 25 и шанс крита на 16 как видите он такой более-менее самый интересный то есть раз повышается два раза этот и повышается один раз вот это так четвертый у нас скилл уже наносит урон трем вражеским героям равные 26 процентов уже 25 атака 30 скорость атаки критический 20 уже покруче чем ну где-то уже как скажем так это и берс ну не берс а свиток и топор в одном поэтому он смотрится очень круто ну и чисто из-за тыковки его в первую очередь конечно же качаем так восемь девять десять пятерка вот и мы дошли до 21 уровня вы можете свободно докачать за ордена и что у нас по орденам ушло 416 было 600 200000 на 21 уровень то есть вот так вот 200000 у нас ушло ровненько причем и у нас уже пятый уровень сейчас посмотрим что на пятом дальше нам нужны будут камни с новой локации это я буду делать прохождение я вам буду засниму отдельное прохождение для обычных героев постараюсь поначалу пройти обычными чтобы вам показать но дальше я буду как и все донат и трешевать потому что там надо будут все-таки топовые герой но будем мучиться будем пробовать потому что у нас только один шанс есть на эту локацию если количество так вот 30 процентов от максимального здоровья двум вражеским трем вражеским так дум дружественным героем из фракции борис дает иммунитет то есть только два героя ребят 2 душа не повышает атаку на 30 скорость атаки на 35 то есть опять же у нас бред получается только два героя два героя получают от него баф как так если мне нужно чтобы тыковка получила дало ускорение короче вот так вот иммун к оглушению как видите на 5 секунд скорость атаки атаку шанс крита на 24 вот так вот ребят поэтому не знаю реально это все очень-очень напрягает но ничего не сделаешь то есть видите дальше я не могу пока его качать надо все-таки получать уже это по моему после 21 уровня там начинаются камни эти падать в этой локации я пока не буду проходить древние испытания тут начиная за каждого вот тут мы будем получать зеленые видите да показывают награда за завершение первого этапа 6 завершить этап чтобы получить их завтра то есть завтра я смогу вот таких вот рада получить за завершение то есть это ежедневка в снизу написано по самой локации прохождения здесь ежедневные награды как видите есть в зависимости от того какой уровень вы пройдете вот зависимости от этого будут давать такое количество этих наград чем выше вы пройдете больше тем больше наград тем быстрее вы их прокачаете вот так вот это все взаимосвязано также есть карты я показывал на китайке они удваивают награду за прохождение то есть за то что вы проходите чем выше вы проходите тем больше скажем так ваша ежедневная награда будет за прохождение этой локации в принципе так и вам вкратце рассказал все уже будут отдельные видосы по прохождению не хочу спешить хочу чтобы и вы не спешите потому что если вы начнете сейчас трешевать вот это все делать побырику но делайте глупость самое основное не спешите забирать ордена потому что сила реально сразу же упадет все пишите кометы подписывайте ждите прохождение буду пробовать обычными героями конечно у меня они там топовой прокачки но постараюсь по минимуму пройти показать как можно это сделать все всем удачи всем пока